Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет видео, которого не было уже очень давно. Сегодня мы с вами поговорим о различных бьюти-привычках, о различных полезных штучках, которые я вам рекомендую в уходе за собой, чтобы оставаться ухоженной, красивой, что мне помогает, что я сейчас использую. Если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь и давайте начнем. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, напишите обязательно свои советы красоты. Возможно, что-то из этого вас удивит, возможно, чем-то вы тоже сами пользуетесь. Мне всегда интересно читать, ну и, конечно же, другим в комментариях тоже будут полезны ваши советы. Поехали! Итак, первый пункт на сегодня, которым хочу рассказать и которым хочу с вами поделиться. Вы часто меня спрашиваете в Инстаграме, как же сделать кудрявую укладку, которую я делаю, как же сделать эти волны, которые у меня получаются. Я вам хочу раскрыть секрет, что все очень просто. Надеюсь, это вам поможет. Вы об этом, возможно, не задумывались. Я делаю это с помощью кудрявого метода, потому что у меня кудрявые волосы. Вот и все. Я отрицала это годы, что у меня кудрявые волосы. Мне казалось, что они прямые. Я почему-то думала, ну раз они пушатся, значит, просто плохая погода. Но нет, они кудрявые. И если ваши волосы не выглядят вот так, без фена, без укладки, без различного стайлинга, значит, у вас кудрявые волосы, волнистые волосы и так далее. И вы можете использовать кудрявый метод, и у вас будут волны, кудри. В общем, вам нужен просто правильный уход за вашими волосами. Если они у вас все время пушатся, если они у вас торчат, не лежат так, как нужно, они 100% кудрявые. Так вот, как же я делаю такую укладку? Все, что нужно для кудрявого метода и для кудрявых волос, это шампуни, бальзамы увлажняющие и без силиконов, желательно без сульфатов. Но я пользуюсь сульфатным шампунем и без силиконовым бальзамом. Так вот, что же я делаю? Я просто мою волосы, и затем, чтобы у вас получились кудри, нужно их пожамкать. В мокром состоянии, чтобы они не были сухими или полусухими, они должны быть именно мокрыми. И вообще, желательно, чем больше влаги на ваших волосах, тем лучше, потому что кудрявые волосы в этом нуждаются. Мы их просто берем и формируем локоны. Я практически не использую никакого стайлинга, потому что у меня волны как-то сами формируются, и я стайлинг не использую. Но, возможно, вам он понадобится, какие-нибудь там укладочные муссы, средства и так далее, но я иногда вообще не использую никакой стайлинг. Просто беру, формирую локоны, жамкую их, чтобы они были мокрые, чтобы они, знаете, были в таком состоянии водорослей мокрых. И потом вы берете диффузор, и диффузором волосы сушите вниз головой, вниз головой для того, чтобы у вас был прикорневой объем. Желательно диффузором в момент, когда вы будете сушить волосы, не, знаете, не водите стороны в сторону, там, не знаю, не поднимать как-то волосы, потому что это пух будет на ваших волосах. Просто приложили к вашим локонам, убрали все, то есть никак не двигаем диффузор, иначе будет лишнее пушение, лишний пух. Вот, собственно, и весь секрет, как я делаю эту укладку. Ничего особенного, если у вас кудрявые волосы, волнистые волосы, вы без плойки, без биозависки, без чего бы то ни было, можете добиться такой укладки даже без фена. То есть можно обычным естественным способом сушить волосы, и у вас локоны также точно будут смотреться очень хорошо. Поэтому это моя такая полезная привычка последнего времени, потому что до, ну, наверное, этого года я отрицала, что у меня кудрявые волосы, что они могут выглядеть нормально в таком состоянии. Теперь я пользуюсь этим. Иногда, конечно, я выпрямляю волосы, но чаще сейчас просто вот так вот по кудрявому методу сушу, и мне очень нравится, поэтому рекомендую воспользоваться. Следующее, это, конечно же, уход за собой. Я всегда в этих видео вам стараюсь показывать своих косметических любимчиков, и здесь сегодня у меня их будет очень много. И я вас хочу прям познакомить с брендом, с которым вы, возможно, еще не были знакомы. Итак, бренд, о котором я хочу вам сегодня рассказать, это бренд Hello Body. Это бренд натуральной косметики. Ни одно из этих средств не тестируется на животных, и ни одно средство не содержит парабенов, микропластика, спирта, силикона. То есть это такой, можно сказать, этичный бренд, если для вас это важно, то обязательно присмотритесь, и я хочу вам сегодня рассказать о своих любимчиках из этого бренда, и как мне помогают эти средства. Это немецкий бренд, который раньше можно было купить только в Германии, сейчас он появился в России, и я очень этому рада, что могу вас с ним познакомить. Первый мой фаворит — это молочко для тела из их кокосовой коллекции. Чем мне нравится молочко для тела именно в таком формате с помпой? Мне не нравятся баттеры в баночках, потому что это неудобно. Нужно открыть банку, залезть туда пальцем, все под ногтями, нужно это на себя нанести, поэтому я всегда избегаю баттеров, вообще как-то регулярно забиваю на уход за телом. Но вот этот формат мне просто полюбился на все 100%. Стоит в ванной, удобно нажать, нанести, ничего нигде ни под ногтями не будет застревать, вообще идеальное средство для того, чтобы после душа ежедневно на себя его наносить. А это молочко не слишком жирное, оно не липкое, то есть, ну, по сути, очень хорошее увлажнение, как от мягкого-мягкого крема. Кожа становится супер гладкой, особенно, особенно после бритья. Я рекомендую вам использовать подобные вещи, потому что если вы наносите после бритья еще молочко для тела, у вас кожа становится в разы более гладкой, и гладкость сохраняется на более длительный период. Вот это такой лайфхак, который я вам рекомендую, и он именно связан с увлажнением тела, о котором мы не должны забывать. Следующие мои фавориты — это бальзам для губ, тоже из кокосовой коллекции, и это скраб для губ. Я вообще такой человек, у которого огромное количество бальзамов, каких-то штук для губ, я постоянно что-то с ними делаю, потому что они у меня постоянно сохнут. И мне очень понравился вот этот бальзам для губ, мне кажется, у меня лучше бальзама в жизни не было. Это как будто бы, знаете, такой мед, тут консистенция меда и цвет меда, посмотрите. Как будто бы это реально мед, ты просто наносишь мед на губы, у него такой масляный финиш. Это бальзам, который увлажняет лучше всех бальзамов, которые у меня когда-либо были. Единственное, мне не нравится формат, мне не нравится, что это баночка, в которую нужно залазить пальцем. Это не всегда удобно, особенно где-то на улице, особенно вне дома, это не очень удобно, на мой взгляд. Но это лучший бальзам, который у меня когда-либо был, а бальзамов у меня было огромное количество, и это тот, который действительно сейчас в моих фаворитах. Ну, я его пытаюсь наносить ватной палочкой, там еще чем-то, чтобы пальцем туда не залезать постоянно. И есть, посмотрите, такой потрясающий скраб для губ, такой сахарный скраб в розовом оттенке. Мне вообще кажется, что вот эти два средства, они идеально сочетаются друг с другом по оттенкам. Я от них просто в восторге. Мастхевы, мастхевы последнего времени от Hello Body. Еще одно средство тоже из кокосовой коллекции, это крем ежедневный для кожи вокруг глаз. Мне нравится, что удобная упаковка. Здесь тюбик, из которого все выдавливается легко. Не нужно ни в какую баночку залезать пальцем. Очень удобно, очень мягкий крем. Я бы сказала, что он достаточно экономичный, потому что он не супер жирный, не жидкий. Вот буквально капли хватает, чтобы нанести на глаза, поэтому я думаю, что очень долго можно вот этот вот тюбик будет использовать. Хорошо, увлажняет кожа такая, знаете, становится гладкая после применения этого крема, поэтому мне понравилось. Просто легонький такой хороший крем на каждый день. Я не использую утром и вечером, потому что у меня достаточно сухая кожа вокруг глаз. Точно такая же, как и на губах, и на руках. Вообще везде у меня очень сухая кожа. Еще у Hello Body, помимо кокосовой коллекции для нормальной сухой кожи, есть линейка Rose для жирной и комбинированной кожи. Здесь у меня два средства. Это дневной и ночной флюид. Он мне понравился тем, что, несмотря на то, что он для комбинированной жирной кожи, для моей вполне такой нормальной кожи он тоже подошел. Мне понравился этот флюид тем, что он как будто бы идет с таким сиянием каким-то. Его, когда носишь на лицо, он становится намного более свежим. Поэтому тоже рекомендую, особенно если у вас, например, комбинированная либо жирная кожа. Еще у меня есть вот такой вот скраб, очень легкий скраб для ежедневного использования. Это скраб с какими-то микро-микро частичками. То есть он не травмирует кожу, он делает деликатное очищение. И я им пользуюсь, наверное, раз в неделю, потому что все-таки у меня кожа не жирная. Но для меня такие вещи тоже иногда нужны для того, чтобы, соответственно, сделать глубокое очищение, удалить всякие роговевшие клетки. Вот я этой вещью тоже пользуюсь, потому что различные скрабы с достаточно крупными частичками для моей кожи это фатально. Она сразу высушивается. Вот эта вещь, на мой взгляд, достаточно классная и достойная даже для моей кожи, которая склонна иногда к сухости. Вот такие вот у меня были фавориты в этом месяце из косметики по уходу за собой. Бальзам для губ и скраб для губ это определенно мастхэвы. Возвращают губы к жизни за 5 минут. Особенно бальзам, после него такое чувство напитанности губ, как будто вот у вас губы обновленные. Если еще на ночь нанести более толстым слоем, это прямо мастхэв. Поэтому для каждого типа кожи у Hello Body вы можете найти уход, вы можете воспользоваться кокосовой линейкой, либо линейкой на основе розовой воды и экстракта шиповника. Тем более, что сейчас по моему промокоду Оксана25 для вас будет действовать скидка 25%. На ассортимент Hello Body плюс бесплатная доставка по всей России. Я считаю, что это очень круто. Я вам оставлю ссылочки в описании, оставлю ссылочку также на инстаграм Hello Body. На мой взгляд, сейчас отличное время для того, чтобы попробовать что-то новое, тем более, что средства у этого бренда есть действительно достойные. Следующий мой такой секретик, который позволяет мне оставаться более свежей, ухоженной, это свежесть и сияние лица. О чем я говорю? Так как у меня достаточно уставшая кожа всегда, у меня кожа склонная больше к сухости, я всегда стараюсь использовать... Если у вас такая же проблема есть, то попробуйте мой совет. Я всегда стараюсь использовать, во-первых, увлажняющие тональные основы с сияющим финишем, либо с влажным финишем. И если говорить о макияже, я всегда также стараюсь использовать, в частности, на глазах сияющие текстуры. Я никогда практически не пользуюсь матовыми тенями для глаз, это потому что мою кожу и мои глаза делают более уставшими. И мне этот эффект не нравится. Поэтому, если у вас тоже есть такая проблема, если у вас не хватает свежести лица, например, попробуйте тональные основы с влажным финишем. Это, конечно же, подойдет только для тех, у кого не жирная кожа. И попробуйте сияющие текстуры. Также вместо матовых каких-то текстур помад можно попробовать блески для губ, увлажняющие бальзамы и так далее, чтобы губы смотрелись тоже сияющими и напитанными. Я часто этим пользуюсь, но иногда мне нравятся вот такие вот полуматовые, либо матовые помады. Я никогда даже не пользуюсь суперматовыми помадами, потому что у меня губы ментально высушиваются и выглядят просто ужасно. Всегда использую какие-то более вельветовые текстуры, либо полуматовые помады, либо сияющие кремовые, либо блески для губ. Вот это мои мастхэвы в макияже, поэтому тоже обязательно попробуйте, если хотите придать лицу больше свежести. Следующий мой лайфхак — это крем для депиляции. Когда-то я, по-моему, вам уже об этом говорила, но, возможно, вы об этом не знали. Я всегда использую крем для депиляции, и бритву я использую только на ногах, всё остальное я удаляю кремом для депиляции. Почему? Потому что от крема для депиляции я заметила, от крема волосы растут намного медленнее. Они растут, как-то, знаете, выборочно, то есть у меня, например, на руках, от того, что я довольно-таки давно пользуюсь кремом, волосы стали расти с большими-большими промежутками. То есть где-то растут, где-то не растут. Раньше такого не было, поэтому я предполагаю, что это действительно работает благоприятно. Я пока что не ходила на лазерную эпиляцию. Хочу пробовать электроэпиляцию, но говорят, что это очень больно. Напишите обязательно в комментариях, если вы уже делали электроэпиляцию, мне очень хочется попробовать, но многие люди говорят, что это прям ужасно больно, что это невозможно вытерпеть. Мне бы хотелось узнать ваше мнение. Так вот, пока я на это не решилась, я используюсь кремом. Очень классный эффект. Кожа не высушивается. Сейчас есть огромное количество кремов для депиляции, там, для нормальной кожи, для сухой, для чувствительной. Кремы сейчас не имеют какого-то ужасного противного запаха, что очень важно. И гладкость намного дольше, чем от бритвы. Ну и, соответственно, волосы, как я уже сказала, у меня, например, растут с какими-то гигантскими промежутками. И если еще добавить молочко после крема, то есть сделали процедуру, использовали вот молочко, например, для тела, гладкость намного дольше будет сохраняться. Поэтому тоже рекомендую, такой мой лайфхак и открытие последних, наверное, полутора лет. Ну и последняя вещь, конечно же, последний такой мой совет, как все-таки оставаться красивой, там, чтобы вы ощущали себя красивой, ухоженной и так далее. Нужно просто быть в гармонии с собой, со своим телом, со своим стилем. Если вы не в гармонии с собой, если вы не можете, не имеете такой возможности выражаться через стиль, через макияж, то, соответственно, никакой гармонии говорить нельзя, и вы не сможете чувствовать себя хорошо каждый день. Вы не будете чувствовать себя красивой, сто процентов, если у вас нет гармонии с собой. Поэтому я бы вам рекомендовала отбросить все предрассудки. Чужое мнение вас не должно волновать. Вот вообще никак вы можете выражаться через одежду, через макияж. Только тогда, когда на сто процентов вот эта вот внешняя ваша оболочка будет отражать внутреннюю, вы будете на сто процентов себе уверены. Поэтому рекомендую обратить внимание на такие вещи. Если у вас, возможно, есть какая-то проблема с этим, то, может быть, нужно поработать с психологом. Это, может быть, не будет для вас лишним. В общем, если для вас было интересно это видео, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. Не забывайте, что ссылки на все полезные продукты будут в описании. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.